Главный политический скандал. Плёнки, которые опубликовал народный депутат, слуга народа Гео Лерас. Что речь не идёт о том, что в этом плане депутат, если вы становитесь на космический скандал. Я абсолютно уверен, что каждый из вас об этом хоть что-то, но слышал. Главные тезисы этих дней. Давайте срочно накажем одних, уволим вторых и испепелим всех тех, кто хоть как-то знаком с первыми и вторыми. Який порушил аж кілька криминальных справ и не щодо его брата. Нее. Державное бюро расследований выкликало на допит нардепа Лераса. В этом и заключается суть хорошо спланированной атаки лично на президента, его офис и команду. Обратите внимание, все эти дни продвигается один информационный посыл. Неважно откуда появились и что это за записи. Давайте увольнять, рвать и топить людей. Она не юридична, она политична. И политична, она требует от президента решения. Это испыт для Украины на европейске. Чем мы европейская страна, чем нет. Потому что в Европе такие выкрепления, они завершаются отставкой. В это же время под хорошо организованным общественным давлением пытаются все-таки расшатать Владимира Зеленского на какие-то действия. Собственно, давайте переходить к делу. Разберем эту ситуацию по фактам. И наконец-то определимся, что на самом деле произошло и кто за всем этим стоит. Сам президент мае установить, как Лерас потрапил в парламент. Потому что его кто-то же рекомендувал. Геор Лерас был руководителем мэра Киева Кличка и занимался муралами. И потом такая стрябкая карьера в народных депутатах. То есть кто-то его привил, кто-то его сделал депутатом. И кто-то за него, как-то говорят, поручился. Наверное, этот так называемый мурал один из самых известных в Киеве. Нарисован он на доме в центре города, бульваре Леси Украинки. Собственно, кто вообще знал о существовании такого депутата, как Гео Лерас? До того, как стать слугой народа, он как раз таки и занимался вот этим. Приглашал художников разрисовывать Киев. Эта девочка одна из его работ. В одном из интервью в 2016 году у Лераса спросили, сложно ли получить разрешение на масштабную разрисовку домов в центре столицы. Человек отвечает, нет. Мол, прихожу к мэру, рассказываю ему, что все будет профессионально. И мне отвечают, хорошо. Друзья, представьте себе ситуацию, что вы хотите разрисовать дом на Крещатике. И вы такой идете к Личко, он вас, конечно же, принимает, так и есть. Говорите ему, что все будет красиво и вам разрешают разрисовывать дома. А теперь без шуток. Конечно же, это невозможно без серьезного покровительства. Эти люди. Экс-зам Кличко и застройщик Киева Игорь Никонов. Один из так называемых теневых решал Киева. Застройщик Андрей Вавриш и экс-глава офиса президента Андрей Богдан. Собственно, именно так Геолерас и прошел в парламент в качестве слуги народа. По списку он был в первой двадцатке. В истории с пленками Лерас Никто. Чисто отправная точка. Но этот Никто имел несколько задач. Первое. Слить пленки. Второе. Передать пленки нужным людям. Это важно. Скоро мы к этому подойдем. И третье. Максимально раскрутиться на этой истории. Для дальнейшей политической игры. Стать хоть какой-то политической фигурой. Ведь мы уже разобрались, что этот человек в парламенте ничего из себя не представлял до этого момента. Переходим к так называемым пленкам Ермака. Для того, чтобы было максимально фактажно и интереснее эту ситуацию, я разобрал с одним из самых мощных юристов нашей страны. Адвокатом Андреем Добрянским. Это будет живой разговор с небольшими моими комментариями. Но перед этим я хочу обратить внимание на еще одно звено в этой хорошо подготовленной провокации против Владимира Зеленского. Это всем известный Сергей Лещенко. В те дни он каждый день комментировал ситуацию. И эволюция его рассуждений очень показательна. Но к ним мы вернемся чуть позже. Сейчас пленки. Мы говорим о том, что либо есть уголовное дело, либо нет уголовного дела. То есть этого человека, Ермака, брата главы сейчас офиса президента Андрея Ермака, его брата документировали. То есть это была либо чья-то условно частная личная инициатива, но что сейчас не обсуждается, потому что понятно, что съемка велась профессионально, насколько я понимаю. То есть это было похоже на следственные какие-то действия. Да, абсолютно верно. Говорить о том, что уголовного производства не было, это уже перебор. Я думаю, что уголовное производство было зарегистрировано и в рамках какого-то уголовного производства происходили вот эти НСРД. Хорошо, значит мы говорим то, что существовало какое-то уголовное производство и его кто-то документировали. Значит вопрос, вот сразу я вам задаю первый. Вот это уголовное производство, кто может вести такое уголовное производство, кто может вести такие негласные следственные действия, следить за людьми, у кого есть такая возможность? Ну, негласные следственные действия, согласно нашего КПК, могут вести проохранительные органы. Но фактически это СБУ, нацполиция, НАБУ. И на сегодняшний день в принципе в силах это делать ДБР. Хорошо, ну там вы говорите на сегодняшний день, то есть мы правильно ли я понимаю, что допустим там август, там октябрь или когда это все происходило в девятнадцатом году, ДБР вряд ли этим занималась? Вряд ли, потому что у них на тот момент еще не было штата оперативных сотрудников. ДБР в таком состоянии, как бы, состоянии подъема, да, то есть наращивали только определенные свои там силы и возможности. Поэтому объективно я считаю, что на тот момент это могли осуществлять три структуры. СБУ, НАБУ, нацполиция. Этот человек же, это не простой был человек, это был человек, брат какого-то высокопоставленного человека из окружения президента. Там обсуждались дела, назначения на разных должностях. То есть вот это уголовное дело, оно же вряд ли было против физического человека. Да, абсолютно верно. Я думаю, что уголовное производство касалось факта ряда, там, возможного факта ряда преступлений, там, совершенного, там, высокопоставленными, возможно, высокопоставленными чиновниками. То есть из категории, там, злоупотребление влиянием с целью получения определенного вознаграждения. То есть фактовое дело. И, исходя из этого, то есть мы можем предполагать, что все-таки подследственность НАБУ. Почему? Потому что это касается Офиса Президента или каких-то других чиновников? Ну, в том числе. И это касается, скорее всего, и Офиса Президента, и, во-первых, а во-вторых, по УПК, это последственность НАБУ. Расследование такого рода уголовных преступлений. Но они же возбуждаются не против кого-то, а не относительно кого-то. Это возбуждение идет просто по факту, потому что те же назначения, которые они обсуждают на этих пленках, там же, ну, например, там, по губернаторской линии, да, но это губернаторское назначение, они, это вертикаль президента, то есть президент назначает. Ну да, но в основе своего такого рода преступления возбуждаются, уголовные дела возбуждаются по факту. То есть есть определенный факт, там, утрируем, злоупотребление своим влиянием, там, при назначении, там, Иванова, Сидорова, Петрова на такие-то должности. Вот, эти же факты все нужно проверить, задокументировать и потом уже огласить подозрение в лицо и расследовать это уголовное производство в отношении конкретного лица. И поскольку вот этих вот людей, ну, их много, это группа лиц и это люди определенного статуса, то есть это может делать только, ну, по сути, НАБУ? Я считаю, да. Исходя из контекста нашего разговора и то, чем мы владеем на сегодняшний день, да, информацией, это может быть НАБУ. Ну, либо СБУ. Ну, либо СБУ. Тут сразу нужно сделать небольшой акцент. НАБУ, либо СБУ. Службу безопасности Украины возглавляет лучший друг президента Иван Баканов. Руководить службой Иван Баканов начал в конце мая 2019 года. То есть задолго до того момента, как стартовали негласные следственные действия, которые нам сейчас показывают. Верите ли вы в то, что лучший друг президента дал добро записывать такие вещи против их общего друга Андрея Ермака, чтобы когда тот станет главой офиса президента, слить все это и организовать такую провокацию? Ну, это фантастика. Я в это не верю абсолютно. Вот переходим к самому вот этому уголовному делу, потому что оно точно было, мы говорим, иначе, если его не было. Ну, я повторюсь, да, если его не было, то это уже совсем отдельная история. Хорошо. То есть, ну, где, да, следят за братом высокопоставленного человека из офиса президента, это совершенно другие дела. Да. Хорошо, мы говорим о том, что это уголовное дело, допускаем, что оно существует. Как вот в этом уголовном производстве получить вот это разрешение, все это происходит технически? Это же, я так понимаю, должны быть санкции на... Да, абсолютно верно. То есть, в рамках расследования уголовного производства, следователь, прокурор обращаются к следственному судье за получением, так званой, санкции на проведение НСРД, то есть ухвалы. В данном случае это следственный судья апелляционного суда Киева. А почему апелляционного суда? Процедура прописана в ОПК. То есть, санкции... Суд апелляционной инстанции по месту нахождения органа досудебного расследования, который производит досудебное расследование, обращается в суд апелляционной инстанции. Ну, апелляционный суд в Киеве у нас, собственно, один. Киевский апелляционный суд, да. Киевский апелляционный суд. хорошо может ли быть такое что это происходит без санкции например судьи ну в рамках уголовного производства это возможно но это исключительные моменты то есть эти исключительные моменты мне слабо представить что именно в этом или в такого рода деле они существовали то есть эти исключительные моменты касаются предотвращение там преступления против жизни человека то есть прокурор может принять такое решение при этом неотложительно при первой же возможности он должен обратиться к следственному суде с определенным ходатайство поэтому мы понимаем что без санкции суда это не может проводиться хорошо итак у нас получается есть какое-то уголовное производство какое-то очевидно фактовое преступление высших должностных каких-то там влиятельных высоко поставлен высокопоставленных чиновников украины там офис президента кабмин общем она фактовая какой-то да есть разрешение апелляционного судьи судьи следователя до следственного судьи апелляционного суда киева существуют и это все длится какое-то время потому что на пленке которая уже сейчас опубликованная речь идет о том что это август октябрь месяц то есть это больше больше чем полгода назад это все происходило сколько это процедура вот эти негласные следственные действия могут в принципе длиться ну следственный судья дает санкцию на два месяца но при этом орган досудебного расследования может обращаться за продлением то есть получением там за два месяца еще раз там и так далее то есть но общий срок проведения на серде не может превышать там общего срока досудебного расследования то есть у нас там пока пока прописаны определенные сроки до зависимости от тяжкости преступления то есть но мы понимаем что что это не может превышать 18 месяцев, если это тяжкое либо особо тяжкое преступление. Хорошо, ну вот, наверное, переходим к самому интересному, мне так кажется. То есть эти пленки стали известными, то есть уголовное дело, это уголовное дело к чему-то привело или не привело. Я понимаю, что если должности продавались, очевидно должны были быть заплачены деньги, если этих людей вели-снимали, значит при передаче денег, как правило, людей арестовывают. Правильно я понимаю? Как правило, да. То есть правильно, и вот я задаю вопрос, правильно ли я понимаю, что это уголовное дело ничем не закончилось? Думаю, что да. То есть исходя из определенного анализа, там, практики досудебных расследований в такого рода уголовных производствах, да, мы видим, что если орган досудебного расследования не может ничего доказать, каким-то образом в СМИ происходит выброс какой-то информации либо части каких-то НСРД по конкретным там лицам, то есть типа вот, пожалуйста, общественность там осудите каких-то людей, хотя на самом деле следователи и прокуроры не смогли добыть всех необходимых там доказательств для того, чтобы огласить как минимум подозрение человеку. Чисто теоретически допускаем, что была какая-то информация по продаже должностей, было заведено дело, начато негласные следственные действия, но если следовать простой логике ничего не подтвердилось, ведь если бы были факты, например, передача денег или назначения, были бы задержания и аресты, как мы это не раз видели, правда? Но ничего ведь подобного и близко не было. Ну, то есть если бы они могли доказать, то вряд ли их бы сливали в эфир, потому что все уже узнали, что документировали, посыли, писали и уже никто этим заниматься не будет. То есть логично допустить, что уголовное дело закончилось? Ну, логично допустить, что оно может быть и не закрыто, само уголовное дело, но какой-то определенной правильной перспективы в этом уголовном деле точно нет. Ну иначе бы пленки не сливали, уже все же обо всем узнали. Ну и это же определенная процедура проведения этих НСРД, да? То есть это контроль, аудио-видео контроль был за личностью, за человеком. То есть это все протоколируется, это все передается прокурору, прокурор принимает решение, имеют ли конкретные там участки, да, значения для хода досудебного расследования. Если имеют, то принимаемое внимание, если не имеют, определенные эти моменты должны быть уничтожены. Вот, на самом-то деле. То есть еще раз, если, мы говорим о том, что это перспективы не имеют. Ну если прокурор принимает решение о том, что оно не имеет значения для досудебного расследования, да, определенные там записи и так далее, там найдены какие-то вещдоки или еще что-то в ходе проведения таких НСРД, то это все уничтожается под контролем прокурора. Вот этот момент. Тут самое интересное. Именно здесь начинается политика. Ведь перспективы, судя по всему, как и реализации какой-то коррупции не было, именно не было. Но пленки эти продолжали сознательно хранить. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, конец марта. То есть полгода, выжидая нужный момент. Данных о том, что по какому-то уголовному делу, например, задержали того же брата Ермака, нету. Поэтому фактически, можем уверенно говорить, что на сегодняшний день, даже если есть это уголовное производство, то доказательств для оглашения уведомления о подозрении нет. Эти материалы могут быть раскрыты за решением следователя или прокурора. То есть к ним кто-то должен был бы обратиться. Но такой информации у нас нет. Вот для примера, вот процедура раскрытия материалов досудебного расследования, в том числе НСРД, это по делу Шеремета. Я не говорю по конкретным моментам, я говорю по процедуре. Сотрудник того, правоохранительного органа, который проводит досудебное расследование, уведомляет общественность о том, что следователь дал разрешение на открытие материалов уголовного производства, части материалов, для информирования общественности. В связи с тем, что есть особый резонанс, для примера, да? Собирается куча людей, актовый зал, да? Да. То есть все это спектакль, не имеющий никакой юридической перспективы, а хорошо подготовленная заготовка, политическая провокация, направленная против главы Офиса Президента и лично Владимира Зеленского. С этим разобрались. Самое время перейти к тому, как эта политическая провокация была реализована. Обратите внимание, что первый пост с пленками депутат Лерас опубликовал 29 марта днем. В этот же день вечером журналист программы «Схемы» Михаил Ткач пишет пост в Фейсбуке, что их команда спала всего три часа, чтобы сделать эту публикацию, а записи Нардеп передал накануне, то есть 28 марта. Во-первых, почему Лерас не опубликовал пленки сразу, как только они у него появились? Как минимум 28 марта. Ответ очевиден, чтобы журналисты успели за сутки подготовиться, чтобы правильно сработала информационная волна. Утром постит Лерас, вечером закрепляет радио «Свобода». Вы же понимаете, что эти действия согласованы, синхронизированы и не случайны. Во-вторых, почему Лерас решил передать эти пленки вначале именно журналистам из радио «Свобода», а не, например, Гордону Светлане Крюковой из страны UA или Сергею Щербини из РБК, а журналисты из радио «Свобода» в свою очередь за один день прослушали 30 часов и из этих сотен людей быстро идентифицировали каких-то мелких, никому неизвестных личностей, далеко не второго и даже не третьего плана. Совпадение или все-таки заранее подготовленная ситуация? Все в тот же день, 28 марта, очевидно, после радио «Свобода» записи были переданы журналистам команды «Бигус.Инфо». Фрагменти цих записей у неделю опубликував нардеп «Слуги народу» Геолерос, але лише фрагменти. А нам депутат передав не шматочки, а годин 30 відео. Три доби. Відслуховывали приховану відеозъемку. Выходит, что либо люди из «Бигус.Инфо» в три раза медленнее работают схем, так как материал вышел только 1 апреля, либо все-таки это спланированная информационная волна, поддерживающая нужный градус в стране, внутри украинского истеблишмента на протяжении целой недели. Знаете, как на медленном огне. А в это время группа так называемых «Сереж Лещенко» пытаются надавить на президента, чтобы тот уволил главу Офиса Президента Андрея Ермака. Это испыт для Украины на европейськість. Чим и европейская країна, чи не. Потому что в Европе такие выкриття, вон не завершится представка. Кстати, на следующий день после «Бигуса» уже 2 апреля выходит еще один материал «Радио Свобода» про Андрея Ермака. Итого, смотрите, публикация 29 марта «Геолероса утром». Публикация «Радио Свобода» в тот же день, вечером, через 2 дня, то есть 1 апреля, публикация «Бигуса», и еще на следующий день уже новая публикация «Радио Свобода». И все это относительно одного человека, Андрея Ермака. С фоновым сопровождением различных Лещенков. Вы все еще продолжаете верить в такие совпадения? Кстати, про фоновое сопровождение. Они также очень интересны. В течение всех этих дней, 3 дня подряд Сережа Лещенко каждый день комментирует ситуацию. И обратите внимание, как меняется его риторика. Это спецобладнание спецслужб. Только вопрос, СБУ, антикоррупционное бюро, или третья спецслужба МВС, я не знаю. Но за этим явно стоят спецслужбы. Сергей, который всегда очень педантичен в мелочах и деталях, знает, кто с кем спит, кто чей кум брат сват, и помнит до мельчайших деталей, о чем писал 10-15 лет назад. В первый день достаточно честно заявляет, что такие записи могли реализовывать либо СБУ, НАБУ, МВД. А уже в следующий раз, наверное чисто случайно, из этой тройки выпадает НАБУ. Остается только СБУ и МВД. Совпадение? Перебывали на сохранении, либо СБУ, либо МВС. И потом были переданы Гео Левосу, который выступил публичным трибунам этого выкрития из своих мотивов. Возглавляет НАБУ Артем Сытник. Радио Свобода. Бигус. Коллективный Сергей Лещенко. И целый ряд депутатов в середине фракции «Слуга народа». Группа депутатов «Слуга народа» выступила под хэштегом «Украина без коррупции». Направила звернение до правоохоронных органов с вымогою расследовать все эти записи, которые оприлюднив Гео Левос. И так само закликала до солидарности с ним. Что объединяет всех этих людей? Наверное, вы уже сами догадались. Посольство США. Кто-то из этих людей просто выслуживается, кто-то зарабатывает деньги, получает так называемые гранты, а кто-то, как например Радио Свобода, вообще официально финансируется Конгрессом США. Но не спешите еще делать выводы. Мы подготовили для вас еще один эксклюзив. Ведь посольство США в Киеве и США как государство абсолютно разные вещи. Вот говорят Вашингтон. Вот есть рука Кремля, а есть там рука Вашингтона. Но является ли вот Вашингтон понятием таким вот монолитным, что вот Вашингтон управляет, например, Украиной? Или это все-таки внутри немножко сложный процесс, как-то это по-другому все делается? Очень сложный процесс. Ну, точнее, политический процесс США, который сейчас есть, после 16-го года особенно. Он вообще разделен даже не на две, а на пять рук, может быть, там, ФБР, Минюст США имеет свою руку, Департамент имеет свою руку, Белый дом, который там всем пытаются управлять, имеет свою пару рук, которые это координируют. И это все как бы отдельно. Потому что очень много осталось еще людей, которые работают чисто на идеи демократической партии, там, Обама, Хиллари Клинтон, которые в госслужбе, это доказало импичмент. Которые люди, которые должны защищать президента... Ну, попытка импичмента. Ну, попытка импичмента. Ну, те люди, которые должны защищать президента, там, ЦРУ, которая работает чисто на президента США и даже такие вещи не выносить на публику, разбираться в середине страны, когда такое все раньше было, всегда в стороне какие-то есть свои плюсы и минусы. Они это вынесли на публику и следили в прессу. Разговор Трампа и Зеленского. Потом это все весь мир уссорил полгода. И нам досталось, и Трампу досталось. И он из этого вышел на коне еще. Потому что дебократы показали свою некомпетентность. Потому что нет материалов, доказательств. И нашим государственникам надо было понять, что тогда уже кто есть Вашингтон. Что есть деление. Тот же Госдепартамент имеет свою позицию. Часть ФБР и спецслужб имеет свою позицию. И другая часть имеет прореспубликанскую, протрамповскую позицию. Ну, задействующую президенту. И есть Белый дом. Который по закону руководит всем процессом. Имеет руководство по внешнеполитическому курсу США. То есть у Белого дома есть своя позиция. У спецслужб, условно говоря, силового блока есть своя позиция. Госдеп, мы подразумеваем, это люди, которые занимаются внешней политикой. Это Андрей Тележенко. Он дипломат, в прошлом сотрудник посольства Украины в Вашингтоне. Андрей, вхож в Белый дом, имеет дружеские отношения со многими людьми из американского истеблишмента. И именно он был фаворитом Белого дома на позицию посла Украины в США. Когда там президентом стал Дональд Трамп. То, что посольство, как может наши чиновники думать в Киеве, что это рупор личного президента, как это должно быть, это голос и представитель президента и страны в нашей стране. Это наоборот, это представитель партии демократической. Так оно сложилось исторически, что Хозди Бартан всегда был демократической элитой, чтобы это баланс власти был там. Республиканцы имеют армию, там имели спецслужбы. Сейчас демократы в спецслужбах имеют большинство, так как бывший глава ЦРУ Брэннон завел чистку. Он коммунист, человек, который выступал против развала Союза, стал главой ЦРУ и который завел туда людей, подобных им. И мы как имеем сейчас такую коллизию ЦРУ, работает тоже не в той же русле, как хочет Трамп. Но сейчас идут чистки. А Госдепартамент чисто остался таким, как он есть. После того, как Ивановичу воли поднялся шум большой. Это посол Украины? Да, который был в США, посол США в Украине. И Трампу не дали возможность дальше зачистить Госдепартамент. То есть правильно ли я тебя понимаю, что на самом деле, допустим, посольство США в Украине не до конца отображает или совсем не отображает государственную позицию? Не до конца, я думаю, отображает государственную позицию Белого дома и непосредственно президента США. Так как доклад идет туда человеку по имени Джордж Кент, который уходит через процессы в Украине, потом идет замом Помпео, и потом Помпео докладывает уже Трампу непосредственно тот процесс. А у нас сейчас, понимаете, Трамп хочет поставить своего посла в Украине, как бы, ну, человека с политическим бэкграундом, а не с Госдепартамента, там, не карьерного дипломата, а человека, которого он знает и хочет наладить в Украине лучшее отношение. Демократы ему этого не дают. А наши еще в Киеве, к сожалению, подыгрывают этому процессу, пытаются типа не вмешиваться, что хорошо, не надо вмешиваться, но надо как-то занять свою позицию. Просто мы, получается, не вмешиваемся, и просто завели, смотрим, как это все происходит, и в то же время нами руководят. Так тоже нельзя. Надо как-то занять. Слушай, давай так, вот откровенно у тебя спрашиваю, вот глядя в глаза, просто вот говорю тебе, можно ли так говорить, вот исторически в Украине есть такая позиция, что посольство США управляет процессами или какими-то процессами в Украине? Есть такое. Это вот есть реально такое? Есть такое. И вот это есть такое, оно не связано с Белым домом и Трампом? Оно не связано с Белым домом и Трампом, оно связано чисто с посольством и людьми, которые пытаются угодить посольство. Я когда-то был тоже одним из таких людей, в госпогонии, в прокуратуре, в Кабмине, я был связан между послом и своим руководством. Когда надо было, посол США звонил, хочу встречу через час с генпрокурором, встречу через час, происходило. И это на этой встрече заловалось все, что надо было излагаться официально или неофициально тому или иному чиновнику. Так что этот процесс есть, был и до сих пор продолжается и только еще ухудшается. Раньше, когда мы еще могли сказать нет, время от времени, тем же еще люди, которые были на должностях, которые как-то имели background или чуть-чуть достоинства, ну появится или достоинства, хотя бы сказать нет и сказать, у нас есть свое государство, можно как-то решить сами. Ну, хотят быть давление на них и все остальное. Там и протесты, сарасят, потом выходили, каждый день говорят прокуратура и тому подобное. Но они говорили нет. Ну, сейчас это атаковать, к сожалению. Сейчас просто делается то, что говорится на Сикорского, предается. Андрей рассказывает о том, что посольство США в Киеве реально нарезает задачи для выполнения некоторым, далеко не последним по статусу, людям в нашей стране. При этом объясняет, что украинцы, которые выполняют задачи посольства США в Киеве, это не взаимоотношения между странами Украина-США. Это внутриполитические игры внутри штатов, республиканцев с демократами. Мы тут инструменты для выяснения отношений больших дядей. И теперь давайте перейдем к конкретике нашему кейсу. Хорошо. Андрей, ты лично знаешь вот эти процессы, ты работал, у тебя уникальная позиция, ты работал и в Генеральной прокуратуре, выполнял задачи Украины, ты работал в посольстве, ты хорошо знаком с этими людьми, ты лично общаешься с Джулианом, то есть ты внутри этих вот процессов. Я знаю, что в том числе ты хорошо знаешь Назара Холодин, Артема Сытника, председателя специализированной антикоррупционной прокуратуры, Назар Холодницкий, Артем Сытника, глава Национального антикоррупционного бюро. Это те структуры, которые были, ну если угодно, пролоббированы Соединенными Штатами, там западным миром, для того, чтобы они заработали в Украине. Вот, что это вот за люди? Вот, Артем Сытник, правда ли, что этот человек, управляемый посольством США, это правда или нет? Да, это правда. Он сам это не скрывает, это сам это говорит. Мы когда его, я его знаю, 16-го года, в Белом доме, мы проводили встречи с ними, с Назаром, тогда, когда это все устаканивалось, в эти процессы, в НАБУ и САП, они просили помощь, американцы должны были там давать оборудование, и мы с Назаром тогда так начали дружить, общаться, и как бы я к ним потом приходил в кабинет, мы общались после этого, сейчас мы уже не общаемся пару лет, и, ну, его слова тогда были, когда меня поразило, что когда я приходил в кабинет, у меня куча связей, чем у тебя уже, я тут чуть ли не Джеймс Бонд на 0,7, как бы, мне был шок. Ты такой человек, ты государственный, ты на службе на БУ, у тебя такие полномочия, ты можешь для Украины делать, для чего ты работаешь на кого-то, ты можешь сотрудничать с кем-то, ну, для каких-то целей благих государства Украины, но ты не можешь работать на кого-то, если ты частный лиц, вот там, бог с ним, ты можешь, как бы, делать то, что ты хочешь, ну, когда на такой службе ты не имеешь права, для меня это был шок, и то, что мы видим сейчас, и то, что я знаю, то, что он сотрудничает с посольством, он подчиняется посольству, слыша в Киеве, потому что они говорят ему, что делать, они ему планы расписывают, как бы, и он это... Слушай, желательно, чтобы ты там, вот, посмотрел на этого человека, посмотрел на того человека, вот сделал такие вот, они могут сесть, пообщаться, как это сделать, такой план, как саботировать какую-то ситуацию, и вот это потом, исходя из этого, как бы, я просто раньше с этим работал, я помню, просто это как бы дружеские отношения, ты сидишь, общаешься, тебе рекомендуют то, что то или иное сделать, и ты как бы соглашаешься, чтобы как бы показать, какой ты крутой, тоже теми американцам, что ты можешь что-то сделать, потому что у них есть ряд людей, И кто-то сегодня там, любимчик сегодня такой, там Лещенко, завтра Артем Светников. Они между собой там пытаются сделать конкуренцию, кто из них круче. Так что такая вот, к сожалению, у нас ситуация в Украине. Это не смешно, это грустно, надо с этим как-то бороться. Артем выбрал путь такой работы чисто на западное посольство у нас, американское конкретно в Киеве. Назар Холодницкий. То есть это не вифу всего этого, истории про Сарасята, истории про то, что кто-то там, допустим, Госдеп и там через посольство Украины, в Украине, дает задачи спецслужбам, допустим, смотреть за этим человеком, слушать того человека, посадить того человека. То есть неужели это реально происходит? Происходит. С СБУ такое раньше было при Порошенко, тогда, когда прижали представители посольства, и наша СБУ говорила, кто русский шпион, а те еще говорили, как это надо раздуть в прессе, рекомендовали и тому подобное. Это все правда, это все происходит, это все есть. Прям указания тоже, кстати, в прессе давай, да? Ну они там вот лучше, они же наши чиновники не всегда понимают, как это раскрутить. А американская сторона как бы профессионально к этому подходила. Они знали, ну все слушаются, а почему не дать? Советы так, чтобы уже был какой-то результат. А так и они давали советы, что сделать. Ну всегда это было как указание, вот ты должен сделать, а то тебя уничтожили. Иногда просто давали как советы, а наши слушались. Слушай, а чем наши руководствуются, например, когда им говорят, в посольстве ставят такую задачу? Это мотивация в виде денег какая-то или почему? Нет, это чисто мотивация крутизны. Вот я вот работаю с американцами, проблем нет, тут закрываются глаза на ноги потом еще. Американцы просто закрывают глаза, так как ты, ну или американское посольство, будем вот так вот говорить, так как ты выгоден им. Сейчас здесь, они могут закрыть глаза на те вещи, которые могут быть неправильными. Хотя очень многое они это делают, и это, думаю, уже сейчас видно то, что они сейчас тут там потом уже лейшинку, что Буниным, те люди, которые реально погрязли в коррупции, есть уже доказательства этого. Про это никто не говорит. Хорошо, вот в этой ситуации, которая сейчас сложилась, вот самая горячая, вот с Ермаком и со всей этой истории, вот ты бы рекомендовал, то есть понимая вот том, что это происходит, что это спецоперация, ты бы офису президента, допустим, рекомендовал бы, вот что делать, как противостоять этой истории? Во-первых, внешнеполитический вектор, так как эта ситуация идет от Госдепартамента, от посольства. Жестко объяснить свою позицию в посольство США, сказать, ну, мы партнеры с вами, но есть независимое государство, если это чиновник, который работает на государство Украины, вот так дальше, ну, как бы мы уволили этого чиновника, во-первых, раз, объяснить посольство, ноту протеста, если там есть официальные какие-то, да, когда соединения официальные, поговорить с послом, поговорить с представителями Госдепартамента, к которым наша делегация приезжает. Да, вообще выстроить отношения с Белым домом, наладить нормальные отношения с президентом Трампом, его окружением, и тогда будет намного легче вести политику. И мы не будем отвечать перед посольством или перед Джорджем Кентом, их игры, которые играют на Сороса или на Непартическую партнеру, мы будем отвечать перед президентом и правительством США, и сотрудничать с ними, и таких вопросов больше не будет. Мы будем легче решать вопросы в Украине. А сынника надо просто уволить. Если за этим он стоит, и это как бы будет подтверждено фактами какими, уволить человека, который... Ну, это госизмена, в других странах считается. Это, во-первых, в такой ситуации, когда у нас вирус, и играть в политические игры, наступать на администрацию президента, на офис президента, и тормошить в сторону, чтобы обоснять людей, это угроза национальной безопасности. В Америке такая есть термин, и у нас тоже есть. И за такие дела люди сажать в тюрьму надолго. Но здесь без комментариев. И пора переходить к заключительной части. Очевидно, что негласные следственные действия в отношении брата главы офиса президента Андрея Ермака, Дениса, были организованы Национальным антикоррупционным бюро. Также понятно, что эти следственные действия ни к чему не привели. Не было никакой коррупции. Иначе были бы какие-то задержания. Вместо них эти пленки были положены на полку и ждали нужного времени для атаки на президента Зеленского. Она не юридична, она политична. И политична она вымагает от президента решений. Теперь, почему под прицелом оказался Андрей Ермак? На момент организации слежки он был, казалось бы, всего лишь помощником президента Украины. Но поскольку это друг и доверенный человек президента, он занимался очень щепетильным вопросом внешней политикой. А так как одним из главных приоритетов Владимира Зеленского перед выборами было обещание завершить войну, Ермак занимался и достаточно успешно контактами с Москвой. Именно поэтому он был сразу взят под контроль спецслужбами с самого начала, как только Владимир Зеленский освоился в президентском кабинете. 11 березня 2020 года. Аэропорт Киев, 23-20. На посадку заходит приватный летак из Минска. Обратите внимание, что за две недели до этой атаки на президента, 11 марта Андрей Ермак вернулся из Минска после очередного раунда переговоров. По моей информации, вскоре после этого о возвращении и было принято решение сбивать его с должности, атакуя через брата. Время атаки выбрано не случайно. Перед голосованием за закон про рынок земли и так называемый закон про приват-бак. Почему именно в этот момент? Потому что вспомните, какую версию нам пытались навязать. Кто-то сперечается с тем, что Коломойский кукловодит за всеми возможными процессами, чтобы взорвать это голосование. Те же никто не сомневается. Пленки публикуют, чтобы помешать голосованию за эти законы. Мол, посеять конфликт внутри фракции. Якобы это выгодно Коломойскому, либо Авакову. Но уже зная, что это делали сотрудники НАБУ, ну, понятное дело, что никто из перечисленных людей не мог быть с ними в связке. Это невозможно по целому ряду причин, хотя бы из-за биологической нетерпимости друг к другу. Но такая версия и удачный выбор времени для публикации дали возможность легко раскрутить всю эту постановку. Она не юридична, она политична. И политична, она вымагает от президента решений. Друзья, общаясь с целым рядом собеседников из разных спецслужб, могу допустить, что если и найдется документ, под который все эти слежки были организованы, если и найдется, это будет очень нескоро. Скорее всего, об этой ситуации уже все и забудут, ввиду карантинов и других проблем. Я рад, что Зеленский выстоял в этой ситуации, справился с невероятным давлением и провокацией. Но что хотелось бы пожелать президенту? Поскорее избавиться от предателей в украинских спецслужбах, которые мочат его друзей, его офис по заказу иностранных структур. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, сделайте репост этого видео. И самое главное, друзья, не бойтесь быть свободными.